Всем привет! Я стилист Людмила Маринина. Мои размышления сегодня будут о принятии того, что с вами происходит, о принятии себя в реальности, о принятии себя в своем возрасте и о принятии актуальности и современности в сегодняшнем дне в своем возрасте. Когда с нами происходят какие-то изменения, мы чувствуем, что внешне что-то там у нас стало меняться, где-то мы выглядим не так, как мы хотели. Первое, что происходит в голову, надо срочно что-то делать, надо срочно подтянуть, нужно провести какие-то процедуры, нужно купить какую-то одежду. Нет, надо замедлиться. И есть такой эффект трех А. Мне очень нравится этот подход. Три А, потому что там три английских названия, скажу русский. Эффект трех А заключается в чем? Принятие, осознание и только потом действие. Очень важно в своем гардеробе, в себе тоже, вот мы почувствовали какое-то в себе изменение. Мы пережили какой-то жизненный период в своей жизни. Мы там в конце концов повзрослели, можно сказать, постарели. И все, сначала идет такая вот паника, что же делать? Замедлиться, принять то, что с нами происходит. Потом начать впускать в себя новое и осознавать, что же происходит. А следующим этапом можно пускать действия. И тогда будет понятно, насколько можно раздвинуть свои границы. Потому что, на самом деле, чем больше мы взрослеем, то есть с каждым годом взросления, у нас добавляется и еще один шаг свободы. И добавляется еще один шаг к какому-то более полному и интересному выражению себя. Это еще один шаг, на самом деле, к каким-то другим чувствам внутри себя, эти чувства, которые мы хотим дарить и которым готовы делиться. И в одежде очень важно это все принимать, экспериментировать, смотреть, что можно придумать. И обязательно соотносить это с тем, сейчас я скажу, что очень важно. То есть понять, что нам нравилось, когда нам было 18-20, нам что-то нравилось. Это тоже часть нашего ДНК. Но не просто скопировать, мне нравились косухи, дай-ка я себе куплю косуху и одену. Ее нужно, чтобы она прошла трансформацию по всей жизни, которую мы прошли, приобрела какую-то новую историю. Дальше посмотреть, как это все сегодня живет и попробовать с собой соотнести. Например, любые зажимы. Когда мы боимся попробовать одеть на себя, например, мужской пиджак. Или боимся просто попробовать одеть какую-то, например, вещь чуть-чуть больше размером. Либо наоборот меньше размером. То есть у каждого есть свои какие-то, скажем, триггерные точки, через которые очень трудно пройти. И свобода – это тогда, когда мы эти точки обходим, трансформируя наш опыт и наши желания и мечты, которые были у нас в 18-20 лет, которые прошли с нами всю жизнь, и мы их можем реализовать в 50, например. Тем более, что мода циклична, она ровно вот так вот и приходит. И тогда появляется совершенно новая интересная женщина с новым чувством жизни, с новым пониманием, как она хочет выглядеть в одежде. И она совершенно легко расстанется с двумя-третьими гардероба и впустит в себя новое. Всем хорошего вечера!